Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о пяти самых популярных сомах. А с вами Акварий и я, Валерий Иванцов. Поплыли! Пятое место. Сторисома панамская. Длинное тело и высокий плавник не всегда говорят о жизни в бурных потоках. У сомиков рода Сторисом, семейства ларикаревых, иглоподобное тело и очень высокий плавник. Но они избегают сильных течений, поселяясь в тихих ручьях и листым дном, где объедают обрастания на подводных корягах. Форма тела помогает им маскироваться под палочку, обманывая хищника, и забираться в любые щели в поисках укрытий. Морда, в кавычках, Сторисом похожа на морду осетра, а тело покрыто ребристой бронилой, напоминающей костные зучки осетровых. Отсюда и название рода. Стура по-латински – осетр, зома – тело. Несмотря на красоту и оригинальность, нечастые гости в аквариумах. Они слишком требовательны к чистоте воды. Перевередливее к выбору пищи ведут сумеречный образ жизни, весь день скрываясь под корягами. Четвертое место. Геринохилус, или как ее называют – лисичка. Геринохилусов называют китайскими водорослеедами или лисичками. На равне с сиамскими водорослеедами отлично справляются с водорослями и помогают нам в поддержании чистоты в аквариуме. Родом из Таиланда, Китая, Лаоса, Камбоджи, то есть с полуострова Индокитай. Они облюбовали залитые солнцем горные лучи и речушки с быстрым течением. Дно этих водоемов устлано валунами, галькой, гравием и песком. В речушках очень много затопленных деревьев и водорослей. Питаются рыбки водорослями, детритом, фитопаналтоном. Третье место. Коридоросы. Среди родов калихтовых, представленных в аквариумах, самый многочисленный род коридоросы. Большинство коридоросов совсем крохи, от 2 до 8 см. Эти малыши будут увереннее чувствовать себя в группе не менее 5 особей. Самый старый обитатель аквариумов среди самообразных – крапчатый сомик. Это очень неприхотливый, малоподвижный, приятно окрашенный коридорос, которого можно рекомендовать и начинающим аквариумистам. Сомика-панду 5,5 см не спутаешь ни с каким другим. Полос у него нет, но есть черные пятна на мордочке, в виде характерных для мишки панды очков и у хвостика. Спинной плавничок панды тоже черный. Сомики-панды хороши во всех отношениях. Они не роются в грунты и не мутят в воду. Эти чудесные рыбки любят светлые, простые, просторные аквариуми с зарослями у задней и боковых стенок. Держатся на виду с тайкой 5-7 рыбок. Золотистый сомик вовсе не так золотист. Его брюшко рыжеватого оттенка, а на голове и боках большие участки голубовато-зеленого цвета. 2 место. Сом-таракатум. Саракатум, или как их по-научному называют, гапластернумы обыкновенные. Крупные сомики. Гапластернумы любят копаться в грунте, могут замутить воду в аквариуме, сильно разворошив донный ил. Им нужен полумрак, густые заросли, уютные укрытия. Молодые сомики победят с группами. Взрослые же ослабы могут жить и группами, и поднимочками. Ну и наш победитель. Первое место занимают анцитру. Анцитру-то обыкновенно. Эта рыбка давно сидит в аквариуме и прекрасно размножается. От других родов их отлучить из розы. Голова от сомков покрыта лесом и чистых петухов. Усы молодых рыб напоминают рога носорога, а у стариков – ветвистые рога оленей. Мерезь обычно начинается после узеления аэрации. И подмены воды в общем аквариуме. И карметания проходит в укрытии. Нужна большая труба, чтобы помешатся оба родителя. Там же будут укрываться подрастающие мальчики. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите в группу ВКонтакте. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова